Продолжение следует... 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 либо объектов, которые действительно необходимы для ведения подчинного хозяйства. Это готовится, не сильно. Эта тема очень актуальна. У нас сушением пожаров занимается бюджетное учреждение ООНС-Клес. Мы восстанавливаем средства только за землю из сомофона. На других территориях они за счет собственных средств. Поэтому я призываю взаимодействовать в этом направлении. Предлагаю даже заключить соглашение о привлечении дополнительных средств. С некоторыми из вас соглашения существуют, я знаю. И прилетают, и выделяют. И танкетки, и людей выделяют. Но вот на данном направлении эта проблема весьма актуальна. Мы целевую обосрочную программу приняли от Минселькоза в объеме 157 миллионов рублей. Вот буквально за два месяца, при большой поддержке губернатора, мы увеличили до 257 миллионов. В частности, 118 миллионов. Андрей Николаевич не сказал. Подписано соглашение с Агентством лесного хозяйства части пожаротушения лесных дел. Приобретение техники получено 15 миллионов. До 15-го года мы получим 30 миллионов на содержание заказников и их развитие. У нас было 29 заказников и 2, по-моему, стоимость. Осталось 4. Два федеральных, которые болтаются. Но я вчера с Москвой разговариваю. Вам скажу откровенно, в законопроект ввести уже изменения, которые в этом году будут приняты. Эти два федеральных заказника будут приняты на суде. То есть, нам, естественно, нужно. Это буквально, может, к концу года, на следующий год, этот вопрос будет решен. Однозначно будет решен. И под эти цели мы получили сейчас деньги на полетение лесного хозяйства, на создание лесопитонника в Омской области. К сожалению, ранее действующие... Сколько было лесопитонника? Но был один городской. Городской. В районах были. Оказалось, на субботник садится губернатор. Елки копали где-то активные. Сегодня дал герги тоже. Вот это нам дали... На текущий год 2 миллиона. 2 миллиона. Ну, это достаточно успокоить, заложить 14 гектаров. Вопрос подняли о реконструкции ремонта существующих лесополос, которые были посажены, понимаете, в 40-е, 50-е годы. Там тоже денежки заложены. Мы сейчас для Николая Смяцева, и все их так далее и тому подобное. Просто заниматься без комплекса, для чего и создано это министерство. Это, значит, одни занимаются работой, другие, ты сами, те годы имеют ресурсы, и то-то речки, и то-то это что. Так не получится. Экологический контроль, который осуществляет контроль за обжирающей средой. Ну, я там назову вот такие вам цехи. В Омской области автотранспорт выбрасывает 300 тысяч тонн вредных веществ. А в общей совокупности, с учетом промышленности, получаем 500 тысяч тонн. Но по сравнению, допустим, с никелем, выбрасываем 1 900 000 серб. Тут масштабы небольшие, но мы попадаем в десятку самых запрещенных городов. У нас, примерно, с вами вырубается 1 700 000 кубов леса. Из них 700 000 – это дроверник, а миллион – это лес, который идет на строительство. Но это объемы упали по сравнению с годами советской власти. Там где-то доходило, мне кажется, до 4 миллиона. 2,5 миллиона. 2,5 миллиона. В этом объемы упали. Но красный лес начал исчезать. А красный лес – это для нас такая вещь, бухарей и так далее. Идет оценка сейчас, комплексная оценка состояния природного комплекса на территории Омской области. Мы занялись сейчас птичей гавани. На птичей гавани губернатор дал 12 миллионов, только на проект на работу. Можете участвовать, здесь люди, которые занимаются строительством. И уже на сайте Минприлотника выброшено техническое задание по проведению проектных работ. Что там будет? Там будет на следующий год Москва. Мы добились выделения 107 миллионов рублей. Софинансирование с бюджета в области 29 миллионов. Итого 160 миллионов. Только на следующий год там надо сваивать средства. Это продолжать его ограждать. Провести. Ну там работы связаны только такими декоративными процессами. Не нарушая естественности. И так далее. Впереди много работы. В том числе и по водничьим делам. И здесь мы с вами должны повернуться лицом по ходу. Через охотку пользователей. Нам, Владимир Викторович, нужно заниматься стратегией. Мы должны вырабатывать, помогать, решать правительственные вопросы и так далее. В свои угоды надо пронять и бороться с протоколистами. В целях обеспечения охотников разрешительными документами в весенний сезон охота 11 года выдано 4 270 разрешений на выдачу селезней и уток в общей доступности охотничьих угодов. Кроме того, выдача разрешения осуществлялась на закрепленных охотничьих угодьях и пользователями, которыми было выдано 10 730 разрешений. Всего этого выдано на весенний период 15 000 разрешений. Стратегия охотничьих угодьях проводится на основании аукциона в соответствии с территориальными областями области, подтвержденным губернатором Омской области и Министерством правильных областей Российской Федерации. Так вот, у вас подтверждается так. Проверено 2033 охотника, выявлено 74 нарушения правил охоты, это за период открытия охоты. Основные нарушения охотных преддокументов и незаконные от того, что были. Изъято 37 единиц охотничьих угодка сквольного оружия за период открытия. Рейдовые мероприятия проводились и после завершения весеннего сезона охоты. Так, в результате проведенных мероприятий выявлено 35 фактов незаконной охоты, в том числе 30 фактов незаконной охоты на гуси. Значит, то, что касается предстоящего сезона и как мне видится ситуация по открытию сезона охоты и введения. Конечно, однозначно, что у охот-пользователей конкретно взять, если мы пообедем за сохранение лося, мы закрываем эту охоту. Ну, это неправильно, и это не будет являться стимулом для дальнейшего развития охотничьего хозяйства. Это, кстати, все сами понимают. Мы берем эту территорию для воспроизводства, там, и вводные, ну и для того, чтобы ввести там охоту. Если ее только закрыли, значит, все, дали людям по рукам, а мы говорим о том, что ведь уже многие туда разложили средства, или посеяли поля, или технику, или поселение какое-то, и все-все дела, там, охрану или технику взяли. Но сейчас сразу входит, что охота запрещена. Поэтому, конечно, неправильно. Другое дело, что подойти, может быть, более строже к тем, кто не выполнил те требования, которые должны. Мы знаем, что предшествует охоте. Это, конечно, учетные данные. Значит, провели, не провели учет, и как его провели, и на сколько. Это в первую очередь. Ну, и второе, что, извините, действительно, кто-то сделал, кто-то поселил, кто-то сделал, кто-то убедил, кто-то выполнил, а кто, извините, ничего не сделал, только закрепил и думает, а я там зайду и все равно порешаю по лицензии. Вот с теми подойти более строже. Не выполнили учетные данные, не дали, не показали, все, охота у вас на этот год ограничивается. Сейчас, на данный момент, у нас, как правило, пользователи наступают в седний период учебным заниматься. Все его ягеря, они занимаются тем, что они охраняют, основное время они охраняют, периметр своих угодий на предмет того, чтобы не было посторонних, не было браконьеров, не было заездок на территорию. Соответственно, если пользователи знают, что господин открыт, конечно, в единичном случае, когда появятся желающие все равно, мы об этом знаем, появятся желающие, которые будут желающие не прооткопиться, пока будет запрет на господин, но тем не менее, я считаю, что у пользователей, у единиц появится больше времени на то, чтобы провести более основательные биотехнические мероприятия, более точно провести учет, потому что ни для кого не секрет, что у нас учет, как правило, сегодня проводится так, или на глазок. Поэтому это вот один из положительных факторов. Второй фактор – это то, что пользователь, надавая лицензию на свои угольные, он сможет проконтролировать какой-то, какое количество он стрелял и так далее. Вот это еще несколько положительных факторов, которые хотелось бы отметить. В этом году выделили деляну, я узнал, у меня три кормушки, где кабаны, я развел кабану, более 100, ну, как бы, не считал их, но уже достаточно количества есть. От кормушки до деляны, там, 2,5 километра, 2. Ну, кто-то, какой-то кабан будет держаться. Ну, надо как-то согласовывать, наверное, все равно знать, что там, а кодхозяйство, просто взяли, выдали, потом приехать через неделю, или там пилят, щепки летят, и все. Поэтому тоже как-то надо согласовывать. Охоту надо на год остановить, мое мнение, однозначно, я считаю. На господи. Да, на господи. Сейчас разрабатывают методику, и как этот механизм урегулировать, и по какому принципу, на какой срок предотвставлять охоте еще выводим, надо заключать охот в хозяйственное соглашение. То есть четких критериев пока нет, и, ну, как бы, обязались в ближайшее время это все пролезти. Тронут очень серьезный вопрос численности охотничьих ресурсов и насыщения охотничьим ресурсов охотничьих угодек. Выступал директор ПГУ Центра под контроль, и, как бы, при статистике данные по России не разные. Средняя численность копытных животных на территории Российской Федерации гораздо ниже, это тоже в Финляндии, хотя территория Российской Федерации в сотни тысяч раз превышается. Территория Финляндии численность остается ниже. То есть вся численность, которая обитает на территории Российской Федерации в Финляндии взимается за один год. В соответствии с статьей Федерального закона по охоте 39 предстоит большой объем по выполнению территорального охотничьих угодек и внутрихозяйственного охотничьих угодек. Территоральное охотничьих угодек направлено на обеспечение рационального использования и сохранения охотничьих присутствий и осуществление видов деятельности в сфере охотничьих хозяйств. К сожалению, пока закон не позволяет. Принятие схемы, решение охотничьих в угоде проводить, аукционы по предоставлению охотничьих в угоде пользователей. Есть предложения конструктивные, давайте будем в Министерство природных ресурсов Российской Федерации эти предложения направлять, еще раз прорабатывать с юристами, чтобы, может быть, какие-то все-таки изменения удастся нанести. Частью 3 статьи 71 федерального закона от 24 июня 2009 года, номер 209 ФЗ, об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и объяснение изменения в адекватных законодательных актов Российской Федерации, далее Федеральный закон об охоте, установлено, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых право логосрочного пользования животным миром возникло на основании логосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в силу настоящего федерального закона, то есть до 1 июня 2013 года, в праве заключить охотничьих соглашений по отношению охотничьих уходов указанных договоров о поставлении в пользу территории или акватории без проведения аукционов на право заключения охотничьих соглашений. В целях реализации положения Федерального закона об охоте, приказанных природой России 6 сентября 2010 года, номер 344, то есть для осуществления государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных. Государственная мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания представляет собой систему регулярных наблюдений за численностью и распространением объектов животного мира, размещением их в среде обитания, состоянием динамика изменения по виду, состоянием среды их обитания. Государственным мониторингом проводятся в отношении каждого вида охотничьих ресурсов указанных в ст. 1 Судерального закона об охоте, обитающих на территории области. В каждом районе, кроме большевиков, пункты выдачи будут организованы на базе районных обществ. Поэтому ориентируйтесь, где обращаться к за. Что с собой нужно иметь? Здесь очень много у нас было обсуждений. Однозначно указано, что нужно иметь фотографию 2,5 на 3,5 0 и 3 на 4 цветные или черно-биво, без разницы. И ксерокопию основного документа удостоверяющего личность, то есть паспурс. Но, в приказе указано, что охотничий билет выдаётся адресу неименьшего непокашенного неснятой судебности. Посовещавшись с прокуратурой природоохранной, сделав запрос в Министерство внутренних дел по Омску области, мы пришли к мнению, что нужно рекомендовать охотникам прикладывать в пакете документов справ в ЗВД об отсутствии не покажетесь на пути. Дело в том, что такую справку может быть выдано только физическому лицу, и на запрос организации в Министерстве этого давать не будет. Поэтому, пожалуйста, в свой коллектив, в своих охотникам ориентируйте, чтобы когда-нибудь поедали в пункты выдачи. Они брали с собой, повторю, две фотографии, ксерокопию паспорта, справку милиции об отсутствии судебности и просим еще ксерокопию или иной. Старый билет, членский, будет оставаться на руках. У охотника он будет играть роль в своей родной карте. Государственные билеты будут подлежать сдаче во время выдачи нового билета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok